Специалисты не зря крестили футбольный клуб из Москвы самой веселой командой первенства. Молодежь, собранная в Чертаново, в отличие от многих команд 2-го дивизиона, играет, как говорится, от души. И забивает много, и пропускает столько же. Потому зрители вправе были рассчитывать на красивую и, что особенно важно, результативную игру. Прямо скажем, в этом году динамовцы не балуют своих болельщиков футбольными зрелищами. Начало осталось за гостями. Молодые игроки Чертаново уже в дебюте могли трижды наказать брянскую оборону за невнимательность. Не хватило мастерства. Вовремя сделав правильные выводы из этих эпизодов, динамовцы постепенно перехватили инициативу и отодвинули игру от своих ворот. Несколько неплохих моментов было у Копяна и Сальникова. А на 31-й минуте случился и первый гол. Фортуна, на которую так много сетовали в последнее время динамовцы, наконец-то улыбнулась нашим игрокам. Семин нанес удар головой и защитник гостей срезал мяч в свои ворота. 1-0. Минимальное преимущество хозяевам удалось сохранить до перерыва. Однако говорить о том, что победа была у динамов в кармане, было еще рано. Мы смотрели игру, моменты, да, предыдущие игры с Подольском, где команда 0-3 проигрывала и 4-3 выигрывала, поэтому, как бы, хорошо. Все равно наши футболисты, ну, как бы, на такие команды все равно их настраивать надо. Ну, сегодня хорошо. И в перерыве, после первого тайма тоже такой разговор был серьезный, в плане, что 1-0 это такая игра, что можно где-то пропустить. Тем более, команда, там пацаны-то неплохие, они с мячом, и все, как бы, так что с ними расслабляться вообще нельзя было. После перерыва тренерский штаб Чертанова бросил в бой сразу двух новых футболистов. Но оживить игру в атаке гостям не удалось. Напротив, увлеченные атакующими действиями игроки столичной команды раз за разом стали терять позицию и за это поплатились. На 50-й минуте Семин оказался в одиночестве на подборе и удвоил преимущество нашей команды. А уже спустя всего 4 минуты поймавший кураж форвард Динамо после шикарной передачи Акапяна оформил дубль. Игра была сделана. Гостям ничего не оставалось, как пойти на финальный штурм. И на 70-й минуте им даже удалось забить гол престижа. Илья Камышев точно пробил с точки. Но последовавшее за этим удаление Кондакова, к слову, отметившегося в этом матче автоголом, полностью деморализовал соперника. Вышедшие на замену молодые динамовцы Рыченков, Авраменко, Бондарев, Ролов и Пикатов буквально затерзали столичную оборону. Но в этот вечер забитых мячей зрители больше не увидели. Динамо впервые в сезоне побеждает крупно и поднимается на восьмое место в турнирной таблице. Следующую игру подопечные Олега Гарина проведут на выезде в Курске с местным авангардом. Дмитрий Кузнецов, Александр Егоров. События. Брянск.